Привет, с вами хороший программист. Сегодня тема видео, как правильно отдыхать. Губа не дура у каждого из нас отдохнуть. О чем тут вообще снимать видео? Но не спешите выключать, досмотрите до конца. Я думаю, парочку нюансов вы узнаете новых или важных, вспомните. Как и большинство видео на этом канале, все это построено на базе нашего или опыта наших учеников, наших устников, то есть людей, которые изучают программирование, собираются изучать программирование, либо уже работают программистами. И я замечаю, что до сих пор не все еще люди, особенно новички, умеют правильно отдыхать. Первая ошибка, которую допускают в отдыхе новички особенно, это в принципе забывать об отдыхе, забывать о том, что культура отдыха очень важна. Особенность работы программиста и особенность становления программистом в том, что приходится изучать очень много всего. Реально объем материала огромный, и он растет в геометрической прогрессии. Новые библиотеки, новая документация, это все нужно знать, и не только новичку. Чем более опытный вы становитесь, тем на самом деле еще больше кругозор того, что вам неплохо было бы узнать, попробовать, изучить и так далее. И это объективный факт, действительно материала очень много. Часто новички, особенно кто вот очень молодой, у кого очень много лишней энергии, забивает на отдых и просто вот в авральном режиме пашут с утра до вечера. Выходные, ура, пойду все выходные, буду ботать что-то новенькое. Вечер, ночь, ерунда, отоспимся на том свете. Я покажу этим всем, что я самый лучший сотрудник, что я самый крутой новичок, что я вот, особенно если вы там поступили на испытательный срок, вам нужно доказать, что вы крутой, или вы на очень начальной позиции, кое-как прошли собеседование, еще очень много не знаете, и вам нужно себя, ну, самоутвердиться, утвердиться на новом месте, и вы хоть хотите как можно больше вот освоить. И действительно вам кажется, что если вы вдруг сделаете паузу, вдруг дадите какую-то слабину, расслабитесь хоть на денек, то вы проиграете, вы сразу отстанете, вы ничего не сможете сделать, вы чего-то не успеете узнать, и все, вас уволят, вы в рейтинге сотрудников упадете куда-то вниз, вот такие вот мысли. Это мысли нормальные, естественные, мы многих они посещают. Именно для эффективности вашей работы, для эффективности вашего развития обучения очень важно отдыхать. В авральном режиме долго работать невозможно, это идет в ущерб вашему качеству обучения. Просто поверьте, мы это наблюдали на наших студентах не раз. Нужно отдыхать. Вот, например, в Израиле очень классная есть культура отдыха – шаббат. Очень древняя, когда вот с пятницы вечер по вечер субботы все вымирает. Закрывается большинство магазинов, большинство людей, которые действительно соблюдают шаббат, они выключают даже телефоны и полностью занимаются только отдыхом. Нельзя делать ничего, что является какой-то созидательной деятельностью. Это очень классная традиция, но смысл не в традиции, а в том, чтобы просто себе напоминать, может быть, даже в календаре, что регулярно важно отдыхать. Даже если прет, вот вы себя ловите, что вот у вас драйв, вам прям нон-стоп трое суток хочется поработать. Нет, нельзя одной и той же деятельностью заниматься подряд, много-много дней подряд. Важно делать перерывы регулярно. Вы идеально хотя бы раз в неделю полностью от этой деятельности отключаться. Когда вы отдыхаете, вы не делаете себе медвежью услугу. Нельзя так думать. Вы, наоборот, себе помогаете развиваться. Вы помогаете своему мозгу еще лучше учиться, когда он выйдет из режима отдыха. Это первый момент. И второй момент, что люди, которые даже вот эта вещь, которую я рассказал, многие, в принципе, ее понимают. Я надеюсь, худо-бедно. Пусть это видео будет поводом вам задуматься об этом и себе включить в ежедневник обязательный отдых. Но вторая ошибка, которую совершают не только новички, это то, как они отдыхают. Потому что очень часто можно наблюдать, что человек сидит за компьютером, как в той шутке. Программист празднует день рождения. Программист работает. Программист отдыхает. А не просто вместо того, чтобы писать код, смотрят видосики на ютубе. Вместо того, чтобы писать код, смотрят, играют в компьютерные игры. В принципе, ничего не меняется. И для мозга, по большому счету, это не отдых. Хороший отдых – это когда вы полностью переключаете деятельность. В идеале вы полностью отключаетесь от всех коммуникаций, от компьютеров, чтобы мозг, не знаю, займитесь спортом, погуляйте с детьми. В общем, выберите способ, который вас как можно дальше уйдет от компьютера. От книжек по программированию, от мыслей программирования, от экрана монитора. Как можно дальше. И чем дальше вы уйдете на время отдыха, тем лучше ваш мозг отдохнет от этого, перестроится, адаптируется. И когда вы вернетесь к монитору, он продолжит с новыми силами гораздо эффективнее развиваться и усваивает новую информацию. Хороший программист, кстати, против алкоголя и табака. Так что я вас призываю следить за гигиеной вашего отдыха, потому что это важно именно для качества и скорости вашего обучения, вашего развития карьерного в том числе. И с вами был Хороший Программист. Эти подкасты про мягкие навыки есть у нас в аудиоформате на телеграм-канале. Где-то будет ссылка, короче, на видео или в описании к видео. Заходите туда, если вам больше ближе аудиоформат, подписывайтесь. Там бывает аудио, которых не будет никогда на ютубе, а на ютубе здесь бывают ролики, которых не будет в аудиоформате. В общем, есть смысл и там, и там следить за нашими новостями. С вами был ХП. Всем пока, всем хорошего отдыха, несмотря на вот эти крики и шумы. Может быть, я про гигиену звуковую и световую запишу отдельное видео. Но пока, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok